Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире наша программа «Сила права». И по традиции нашу программу открывает старший помощник прокурора Харачао-Черкесской Республики Елена Дармаграева. Здравствуйте, Елена! Прокуратура города Черкеска осуществляет надзор за исполнением законодательства на территории республиканской столицы. Работа прокуратуры города включает различные аспекты. Хочу отметить, что одна из ключевых задач, которая решается на всех направлениях многогранной прокурорской деятельности, это соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина. Основное значение придается обеспечению правопорядка в социальной сфере и защите прав инвалидов, несовершеннолетних, пожилых людей, которые в силу возраста, состояния здоровья или иных уважительных причин не могут самостоятельно отстаивать свои права. В числе приоритетов нашей работы, конечно же, это рассмотрение обращений заявителя. Значительное число их связано с социальными вопросами, с выплатой пособий, заработной платы, пенсии, с устранением нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Приведу такой яркий пример правозащитной деятельности прокуратуры города Черкеска. Поступило обращение жителей улицы Пятигорское шоссе, и в ходе прокурорской проверки доводы заявителей нашли свое подтверждение о том, что не было организовано уличное освещение, ненадлежащим образом предоставлялись услуги вода и газоснабжения. Прокуратурой для защиты прав заявителей был принят целый комплекс мер прокурорского реагирования. Прокуратура города Черкеска внесла представление в мэрию, возбудила административное производство, которое рассмотрено и удовлетворено, и виновное должностное лицо Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа. Также городская прокуратура обратилась с заявлением в суд. И по итогам прокурорского вмешательства права граждан, проживающих на улице Пятигорское шоссе, были восстановлены в полном объеме. Организовано уличное освещение, оборудована сеть центрального водоснабжения жилых домов, а газоснабжающей организации в рамках договоров до газификации проведены соответствующие работы. Хочу обратить внимание, что особое значение придаётся прокурорами защите прав несовершеннолетних. По итогам наших проверок устранялись нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Были приняты профилактические программы, пресечены факты их ненадлежащей реализации, обеспечено должное взаимодействие субъектов профилактики по проведению профилактической работы с несовершеннолетними и их законными представителями. Также прокурорами проводится системная работа по реализации комплекса просветительских мероприятий с детьми и молодёжью. На встречах со школьниками, на лекциях и беседах с ними разъясняются нормы ответственности за совершение противоправных поступков. И вся эта наша работа направлена на выработку правомерного поведения и формирование правовой культуры подрастающего поколения. Важная часть прокурорского надзора в сфере образования — это обеспечение надзорного сопровождения капитального ремонта объектов образования. На территории города в недавнем времени проводился капитальный ремонт в третьей и в шестой школах. И лично прокурором города Черкеска Алексеем Мухиным осуществлялись выезды в общеобразовательные организации, что способствовало активизации работы и скорейшему завершению исполнения контрактных обязательств. Сегодня в программе, уважаемые телезрители, заместитель прокурора города Черкеска Эльдар Тиунаев расскажет вам об итогах работы по восстановлению прав несовершеннолетних, по восстановлению законности в сферах трудовых и земельных правоотношений при обеспечении безопасности в сфере дорожного движения. Здравствуйте, Эльдар Исламович. Рада видеть вас тоже в нашей программе. Я хочу у вас спросить в продолжении темы, о которой говорила Елена Юрьевна. Вопросы защиты прав несовершеннолетних, как ясно стало из нашего предыдущего разговора, они не теряют актуальности. А какие еще нарушения вы являлись прокурорами? Защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности. За 2023 год выявлено более 1300 нарушений в сфере защиты прав несовершеннолетних. За иссякших период текущего года уже выявлено более 800 нарушений. Если останавливаться на конкретных примерах, могу сказать, что принимались в мере прокуратуры города меры к устранению нарушения законных интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, по итогам проверки были устранены нарушения законодательства в детских школах искусств. При этом перед зданиями двух школ отсутствовали парковочные места, в том числе для инвалидов не было вывесок и, соответственно, указателей. Кроме того, в образовательных организациях, в помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, отсутствовали индукционные петли, предназначенные для удобства людей с нарушениями слуха. По данным нарушениям прокурорам города были внесены представления. Представления были рассмотрены и удовлетворены. Ход исполнения, устранения нарушений в настоящее время контролируется прокуратурой города. По обращению родителей инвалидов-колясочников о трудностях передвижения на территории республиканской столицы, в ходе проверки было установлено, что на перешходной дорожке, расположенной возле торгово-развлекательного центра «Россия», не обеспечено беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения. По результатам проверки руководителю управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкеска было внесено представление. Данное представление было рассмотрено и удовлетворено. Поэтому было на указанном участке обеспечено беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения. Приведу еще один пример. В ходе надзорного мероприятия выявлены были факты злостного уклонения от должников от уплаты алиментов на содержание совершеннолетних детей. Нормами Семейного кодекса РФ предусмотрена обязанность лица, по вине которого образовалась задолженность, уплатить получателю алиментов, установленную законом неустойку. По итогам проверки прокуратурой города было направлено в суд 10 исковых заявлений, а в засканении неустойки судом исковые заявления были удовлетворены и в настоящее время находятся на стадии исполнения в службе судебных приставов. Кроме того, по итогам прокуратского вмешательства приняты меры к бесплатному проезду учащихся в связи с капитальным ремонтом гимназии номер 5 города Черкеска. Проверкой было установлено, что 9 января текущего года в связи с осуществлением капитального ремонта здания гимназии номер 5 образовательный процесс для учащихся организован в здании, расположенном по улице Свободы 62 города Черкеска. По итогам прокуратского вмешательства был разработан проект правового акта, устанавливающего возможность выделения средств за счет местного бюджета на организацию бесплатного проезда для обучающихся к месту учебы. Соблюдение требований законодательства как при проведении учебного процесса, так и организации перевозок школьников находится на постоянном контроле руководства прокуратуры города. Скажите, как прокуратура защищает трудовые права граждан? Как уже выше говорила Елена Юрьевна, соблюдение трудовых прав граждан также является одним из приоритетных направлений надзора. Проводится активная работа по противодействию нарушениям в сфере трудового законодательства. На особом контроле находится вопрос своевременности выплаты заработной платы работникам. По итогам прокуратского вмешательства за стекший год была погашена задолженность по заработной плате перед работниками шести предприятий в размере 3 миллионов 900 тысяч рублей. По результатам надзорных мероприятий выявлено 480 нарушений трудового законодательства, для устранения которых было внесено 55 представлений об устранении нарушений закона, по которым привлечено к дисциплинарной ответственности 48 должностных лица. Принесены протесты на 70 правовых локальных актов. Протесты прокурора все рассмотрены и удовлетворены. Правовые акты приведены в соответствии с требованиями федерального законодательства. К административной ответственности за тот же период привлечено 10 должностных лица. По материалам прокурорских проверок в следственные органы было направлено 3 материала, по которым возбуждены уголовные дела. Кроме того, в трудовой сфере выявлялись факты выплаты так называемой серой зарплаты. В ходе проверки по обращению заявителя прокуратура установила ненадлежащее оформление трудового договора между работодателем и работником, которое выразилось в дроблении заработной платы на две части. На официальную, которая содержится в заключенном трудовом договоре, и неофициальную. Согласно договоренности между предпринимателем, занимающимся строительством объектов, и работником, меньшая часть зарплаты сотрудника была отражена в трудовом договоре, с которой впоследствии выплачивались налоги и страховые взносы. При этом основная часть заработной платы выплачивалась работнику без отражения в финансовых документах. По итогам проверки прокурором города Черкеска было возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях, ненадлежащее оформлению трудового договора. В настоящее время административное дело находится на рассмотрении в Государственной инспекции труда в Карачаево-Черкесской республике. В другом случае вмешательства прокуратура потребовалась для защиты трудовых прав сотрудника, поскольку мне был предоставлен обязательно оплачиваемый отпуск, а при расторжении трудового договора не была выплачена компенсация за неиспользованные дни отпуска. В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города было внесено представление. По результатам рассмотрения представления права гражданина были защищены, предусмотренная действующим доказательством выплата за неиспользованные дни была ему выплачена. Кроме того, в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении и Государственной инспекции труда в Карачаево-Черкесской республике правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа. А скажите, пожалуйста, какие меры предпринимались прокуратурой для восстановления прав жителей города Черкеска? Есть ли вообще такие примеры? Да, такие примеры есть. Например, по представлению прокуратуры города принимаются меры к устранению нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения. По коллективному обращению жителей улицы Тенистая была проведена проверка, которая выявила, что мост через реку Абазинка установлен в отсутствии разрешительной документации. Использование земельного участка осуществляется без правоустанавливающих документов. Указанные нарушения создавали угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, их имущества, а также окружающей среде. По данному факту было внесено представление в адрес мэра города Черкеска. В ходе рассмотрения представления выработан комплекс мер, направлен на устранение выявленных нарушений и обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, в ходе обсуждения принято решение о проведении ремонта дорожного полотна по улице Балкарской и в целях разгрузки основных транспортных артерий города, улицу Ленина и улицу Октябрьскую. Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой города Черкеска. Еще один пример пресечения нарушений в сфере безопасности дорожного движения. В прокурорской проверке было выявлено, что вопреки требованиям государственных стандартов дорога от пересечения улицы Ставропольская до пересечения улицы Расковая до Аватара не оборудована с обеих сторон тротуарами. По данному факту прокурором города направлен иск в Черкесский городской суд. Суд наши требования удовлетворил. В настоящее время осуществляется исполнение решения суда, которое контролируется прокуратурой города. Кроме того, мерами прокурорского реагирования в собственность города возвращен земельный участок, расположенный на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров», площадью 26909 квадратных метров. Прокурорская проверка показала, что земельный участок был предоставлен гражданину в собственность без проведения торгов в связи с наличием на нем объекта недвижимости, находящегося в собственности гражданина. При этом ни на момент проверки, ни, как показало вследствие комплексно-судебная экспертиза, на момент заключения договора никакого объекта недвижима, также признаков ее демонтажа не имелось. Исковое заявление прокурора города удовлетворено. Договор купли-продажи признан недействительным. Земельный участок возвращен в муниципальную собственность. Законность судебного решения проверена высшестоящими судебными инстанциями. Ну что же, я благодарю вас за участие в нашей программе и желаю вам успехов в работе. Спасибо.